Прям чувствуется у нее такой вот сильный шов, вот этот шрам, который просто очень плохо зашили У Софии случилось болезнь биометра и нам пришлось ее просто срочно стерилизовать Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки У меня тут еще очень много других животных Но сегодня, ребята, для меня очень особенный день Потому что сегодня здесь, как вы заметили, нет Эйвана, нашего мальчика Все дело в том, что у Миши началась течка Кто смотрит наш канал хотя бы с того момента, как появилась Миша, тот знает, что мы забрали ее уже взрослой У хозяев, которые ее хотели усыпить, ей было где-то два с лишним годика И я мало на самом деле знаю о Мише Это очень важный момент, о котором я хочу с вами поделиться, рассказать вам, как историю Миши Например, про ее очень большой шрам на животе И также поделиться очень важной информацией по поводу этого периода у собачьих девочек Так что подписывайтесь на наш канал, если вы тут впервые А мы начинаем Течка – период полового возбуждения и спаривания у млекопитающих Простыми словами, у собачки набухает петля, так называется вот это место И начинаются кровяные выделения И она может забеременеть, а также меняется поведение Почему, ребята, с нами сегодня здесь нет Эйвана? Потому что, несмотря на то, что он кастрированный И, на мое удивление, он не должен обращать внимание на девочек Он стал очень сильно нервничать Он стал постоянно крутиться вокруг Миши, обнюхивать ее И это тоже создавало не только ему лишний стресс, но и Мише в том числе И поэтому я решила, что на время течки Мишина я их разделю Как я вообще поняла, что у Миши течка? В принципе, определить это достаточно легко На любую собаку начинают обращать внимание кобели То есть Эйван вот на нее даже начал реагировать, хотя он кастрированный Также собачка может чаще начать ходить писать в туалет У нее, в принципе, меняется немножко поведение И внимательный хозяин это может заметить А также часто у собак перед течкой происходит линька По поводу Миши, мы, ребята, уже знаем, что у нее это явно не первая течка Потому что у нее на животе большой шрам Это значит, что ей делали кесарево сечение То есть доставали щенков операционно через живот Значит, она уже была беременна, значит, у нее точно была течка А вот вообще у собак разных течка может происходить первая Очень незаметно и быть достаточно короткой На кого ты лаешь? Так что в основном утечка у собак, у мелких пород Начинается где-то от 6 до 10 месяцев в этот период Первое может случиться А у крупных и средних пород от 6, где-то даже до 13 месяцев И тут нужно не забывать, что у всех собачек все по-разному Все зависит от возраста, породы, размера собаки И длительность может быть немножко разная Начало первой течки может быть немножко разное Поэтому нужно обязательно читать именно про свою породу И учитывать именно свою собаку Потому что и поведение тоже может быть разное Обычно течка у всех собак бывает 2 раза в год Реже 1 раз в год Если течка происходит чаще, чем 2 раза в год 3-4 раза или ее вообще нет То обязательно, ребята, нужно обратиться к ветеринару Потому что это означает, что есть какие-то проблемы со здоровьем у собачки Вообще сама течка у собачки состоит из 4 циклов И каждый цикл определенным образом характеризуется Например, первый цикл, это самое начало течки Это где-то 7-10 дней Собак становится такая игривая, непослушная Она заигрывает с кобелями, мальчиками, если они есть в доступе Но при этом их к себе не подпускает Также есть еще 3 цикла Я подробно их описывать не буду Но я всем советую, если у вас есть собачка-девочка Обязательно пойти и прочитать статью полную про течку Я оставлю ссылку на нее в описании Там очень много полезной информации Продолжительность течки у собак, конечно же, тоже разная Но в целом это где-то от 20 до 28 дней То есть 3-4 недели Это достаточно долгий срок И что же теперь делать мне с Мишей, когда у нее течка Если вы не хотите, чтобы собака забеременела Конечно же, ни в коем случае ей нельзя Давай встречаться с какими-то кобелями Первое, наверное, что беспокоит больше всего хозяев Это то, что у собаки появляется выделение крови И они могут пачкать вещи какие-то Мебель, пол и ковры и так далее В этом случае есть разные варианты Например, когда у Софии Когда София была еще не стерилизована Я использовала специальные трусики для собак Чтобы она не пачкала дом Эти трусики бывают многоразовые Можно прямо брать их, одевать на собачку Внутрь можно клеить обычную маленькую прокладочку И периодически ее менять И тогда у собака не будет ничего пачкать Софи стресс не испытывала Потому что она знала, что это И она уже к этому привыкла Я ее к этому приучала В случае с Мишей я не хочу создавать ей лишний стресс И надевать на нее какие-то трусики Потому что она и так очень боязливая собачка В отличие от той же Софии И поэтому она будет находиться везде с нами в помещении Где нет предметов, которые она может испачкать Не ездить в какие-то места, где есть много собак На какие-то фестивали Или вообще ходить куда-то в людные места В парке, где есть много животных или людей Также не купаться в каких-то водоемах, озерах Там вода достаточно грязная И у собаки может случиться какая-нибудь инфекция Она может просто заболеть Я бы в вашем случае не гуляла с собакой Просто вот на улице Где можно встретить опять же чужого кобеля Я бы ходила, если на улицу, то только на поводке Очень хорошо следя за собакой Также есть такой момент, что очень часто Хозяева начинают переживать за собачку Что у нее течка И начинают уделять ей больше внимания Или как-то иначе ее кормить Или вообще что-то делать необычное Я против этого Я считаю, что это нормальный период жизни собаки И не нужно вести себя как-то по-другому Тогда у собаки не возникнет никакой ложной беременности И она не посчитает, что с ней что-то не так Почему хозяин начал себя как-то по-другому вести Хотя поведение собаки как раз в этот момент Очень сильно может меняться Она может стать непослушной Или наоборот очень игривой Она может быть очень активная В какой-то момент вялой Она может захотеть больше кушать Некоторые наоборот начинают меньше кушать То есть собака меняется действительно во время течки Вот видите, Миша вылизывает себя То есть она следит за своей гигиеной И девочки, собачки тоже обращают на нее внимание И Софи, и Юми Темные пятнышки на животике у Миши Это ничего страшного Это жировые выделения Они могут быть И вот здесь, когда я вот так вот шевелю Вам, наверное, не особо видно Но внутри у Миши шов очень большой в животе Прям чувствуется у нее такой вот сильный шов То есть шрам Это было кесарево у нее Когда она рожала, доставали щенков Вот здесь вот у Миши вот этот шрам Который просто очень плохо зашили И мне люди, которые в этом разбираются Сказали, что вообще возможно, что нужно его переделать То есть разрезать живот и перезашить Потому что он очень неправильно зашит Как себя ведет Мишанька во время течки? Она наоборот достаточно спокойная Никак особо не поменялась в поведении Это к теме как раз, что собаки ведут себя по-разному Софи, например, наоборот была такая очень активная Непослушная Так что будьте очень внимательны Потому что у меня, например, был негативный опыт течки В одну из течек у Софи случилась болезнь биометра И нам пришлось ее просто срочно стерилизовать Мы на этот момент находились в Таиланде Ребята, если вы хотите видео про то, как Софи тогда заболела И про ее стерилизацию, ставьте лайк И я покажу, как это было Надеюсь, что с Мишей все будет хорошо И у нас этот месяц течки пройдет нормально Я буду держать вас в курсе Если у вас есть собачка-девочка Обязательно прочитайте статью, которую я оставила там в описании По ссылке, она очень полезная И увидимся скоро Пока!